АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Номер телефона в Украине 8 800 ровно 50 157 80 Мы также ждем Ваши смс сообщения по номеру Плюс 7 903 797 61 66 В этом мире разделений и противоречий, Очень трудно найти пример такой сплоченности и единодушия, который мы находим на нашей программе. Послушайте только небольшую часть тех приветов, которые мы получаем от вас. Город Хельсинки, Финляндия. Города Гродно, Борисов, Слоним и Барановичи, Республика Беларусь. Город Конотоп, город Рени, Одесская область и город Одесса. Также нас приветствует Новобогдановка, Запорожская область, Украина. Города России, Омск, Екатеринбург и Самара. Нас приветствуют набережные Челны, Татарстан, города Кисловодск, Челябинск, Магадан, Россия. Поселок Садова, Бельцы и Единцы, Молдова. Город Астана, Казахстан. Город Могилев-Подольский, Венецкая область. И город Каменец-Подольский, Хмельницкая область. Город Виленди, Эстония. Особым образом нам хотелось бы приветствовать наших друзей из Цхинвали, Южной Осетии, которые смотрят эту программу в разрушенном городе. Луцк приветствует вас! Большим интересом пользуется наш сайт в интернете www.hopechannel.info, на котором вы можете смотреть онлайн-трансляции программы, слушать онлайн-радио, а также найти много другой интересной информации. В рубрике «Нам пишут» мы каждый день знакомимся с вашими удивительными опытами услышанных молитв и преобразующей силы Евангелия. Один из величайших даров, которые Творец подарил человеку, это дар прославления Господа пением и музыкой. В исполнении вокального ансамбля «Надежда» Молдова звучит произведение «Эммануил». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что там ждет за той горой, как быть, как дальше идти. Сердце открыто ищет твои пути, прошу, утеш, обнови мои дни. Я при тобою стою, такой, как есть, и все мысли известны тебе. Эммануил, Эммануил, ты искала моего спасения, моя любовь и мое возрождение, Эммануил, Эммануил. Омой меня, ты живою водой, и подержись своей рукой. Эммануил, Эммануил. Ты даешь силу жизни в духе святом, я на коленях к доме твоем. И в тишине, и в смирении я в молитве с тобой обо всем говорю. Надежду, радость я в тебе нахожу, ты с мессием, тебя я жду. Я твое говори, что с нами, Бог, и нами, мы будем с тобой. Эммануил, Эммануил, ты искала моего спасения, твоя любовь и мое возрождение, Эммануил, Эммануил. Эммануил, омой меня, ты живою водой, и подержись своей рукой. Эммануил, Эммануил, омой меня, ты живою водой, и подержись своей рукой. Эммануил, Эммануил, Эммануил. Шаги слышны. Так называется песня в исполнении Виктории Червинской. Город Черновцы. Встречайте, пожалуйста. Шаги слышны уже Христовы. Звучит уж последний клич. Мой друг, из рабства выйди, Господь мир тебе дарит. Может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. О, друг, ты торопись, может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. Ты торопись. Весь он так тебя возлюбил, Что отдал свою жизнь до тебя. Его кровь и сегодня очистит. Снега белее тебя. Может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. О, друг, ты торопись. Может, завтра будет поздно, и уже невозможно спасение найти. Ты торопись. О, друг, ты торопись. О, друг, ты торопись. История человечества История напрасной попытки жить счастливо и мирно в разлуке с Богом. Как жить с нашим Господом в дружбе? Об этом расскажет нам ведущий программы «Библия продолжает говорить» Моисей Островский. Приветствую всех вас, дорогие друзья, на программе «Библия продолжает говорить». Также я хочу поприветствовать всех наших телезрителей по всему земному шару. К нам приходит от вас очень много писем, много благодарности, и мы благодарны вам за это. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы также молимся о вас, и все те просьбы, которые вы нам присылаете, мы приносим пред лице Божиим. Сейчас особенно я хочу поприветствовать особых людей, которые очень дороги моему сердцу, у которых я многие годы учился. Они являлись многие годы преподавателями нашего университета и духовной академии. Это Кулаков Михаил Петрович. Приветствую вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Также приветствую Жуколюка Николая Арсеньевича. Приветствую вас. АПЛОДИСМЕНТЫ И также Волкославского Ростислава Николаевича. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам большое и добро пожаловать также на программу «Библия продолжает говорить». АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня вместе с вами мы будем изучать очень и очень важную тему. Это одна из самых сложных тем. Сегодня мы будем изучать с вами тему, которая записана в книге Откровения ровненько посередине. А что это означает? Это означает, что все, даже то, что написано в Откровении, в пророчестве, все, что написано до этой главы, до середины Откровения, говорило именно потому, что вот это очень важное. И то, что будет написано после, говорило именно потому, что уже самое важное сказано. Это главная тема всей Библии, а именно борьба между добром и злом, борьба между Иисусом Христом и дьяволом и борьба между истиной и ложью. Конечно, не всегда легко понять и во всем этом разобраться. Но слава Богу, что мы имеем Святое Писание, которое так ясно и определенно говорит нам об этом. Поэтому сегодня у нас будет очень важная тема. Почему в этом мире так много церквей и вероисповеданий? Почему? Почему в христианской церкви так много церквей? Почему? Что Библия говорит об этом? А также поговорим, если бы Христос пришел сегодня в наш город, куда бы Он пошел на поклонение, в какую церковь? Итак, добро пожаловать на сегодняшнюю лекцию. АПЛОДИСМЕНТЫ Также не пропустите завтрашнюю лекцию, потому что завтра мы с вами поговорим о том, что же такое непростительный грех. И когда мы завтра будем показывать вам ту иллюстрацию, которую мы приготовим вам на завтра, будьте внимательны. Потому что завтрашняя иллюстрация должна быть самая интересная из всех тех иллюстраций, которые мы здесь вам рассказали. Не пропустите завтрашнюю лекцию. Уж точно завтра, когда вы выйдете с этой лекции, вы точно будете знать, что ожидает, что такое непростительный грех и когда человек совершает этот непростительный грех. Поэтому не пропустите завтрашнюю лекцию. Готовясь к нашей программе, как обычно, мы спрашивали у прохожих, что они думают по тому или другому вопросу. Просто у рядовых прохожих, обычных прохожих. Для сегодняшней лекции мы задали вопрос, если человек верит в Бога, но принципиально считает, что заповеди соблюдать не будут, будет ли он в Царстве Божьем? Что на этот вопрос отвечают обычные прохожие? Пожалуйста, на экран. Если человек верит в Бога, но десять заповедей никак не хочет соблюдать, скажите, попадет ли он в рай? Нет, конечно, безусловно. Ну, думаю, нет, наверное, все-таки. Возможно. Видимо, исключения будут. Ну, конечно, нет. Ну, потому что надо их соблюдать. Я думаю, от поступков зависит, как человек себя ведет. Ну, естественно, если соблюдает заповеди, я думаю, должен попасть. Нет. Ну, во-первых, надо ответить на вопрос, есть ли он рай или ад. Ой, даже не знаю, что ответить, если честно. Я думаю, что, может, не попадет, а может, нет. Нет. Ну, потому что нужно выполнять наказ Божий. Нельзя судить только по заповедям. Может, судить о поступках человека, то есть о его поведении, как он соблюдает, вообще что. Главное, чтобы человек в конце жизни своей раскаялся и понял, что он спонял свои ошибки, понял, что он какие-то заповеди не соблюдал. И если он признает и раскается, то, конечно, он попадет в рай. Не от нас зависит этот выбор. И не мы его делаем. Не убирает. Это Бог решает. Ну, я думаю, хотя бы одну какую-нибудь курс на одну, чтобы придерживаться хотя бы ей. Но остальное там Бог простит, я думаю. Потому что все, наверное, нереально выполняют все. Ну, надо стремиться к этому, по крайней мере. Может, и попадет. Зависит не от действия, а от, собственно говоря, поведения самого человека. Нет, наверное. Вот такое мнение. Итак, добро пожаловать на нашу программу. Библия продолжает говорить. А сейчас на эту сцену я приглашаю Ларису Сугай, которая и проведет программу здоровья. Добрый вечер, дорогие друзья. Замечательно, что сегодня вы снова с нами. И что каждый из вас хочет быть более здоровым. Мне приятно приветствовать всех, кто уже выполняет и применяет, по крайней мере, старается применять эти секреты в своей жизни. Я думаю, что большинство из вас уже смогли почувствовать вот те благотворные изменения даже за эту неделю. А представьте, что будет с нами через месяц, через годы. Тогда продолжительная, качественная жизнь будет доступна каждому из нас. Сегодня наша лекция называется «Надоело утомляться? Тогда вам нужен витамин О». Что же это за витамин О? Он не знаком ни одному специалисту в области медицины. А оказывается, это то, в чем мы нуждаемся каждый день, каждую неделю. Это то, благодаря чему мы вообще называемся человеками. Дело в том, что человек нуждается в отдыхе ежедневно, еженедельно и раз в году. Именно поэтому мы сегодня говорим о том, как правильно отдыхать. Вообще, культура отдыха не всегда является нашей характеристикой. Мы очень часто можем вообще не отдыхать. Кто-то работает всю жизнь изо дня в день и в конце имеет какое-то заболевание и задается вопросом, почему же это произошло со мной? Дело в том, что сегодня люди практически не отдыхают. Молодежь считает отдых пустой тратой времени. Они говорят, что невозможно потратить одну треть своей жизни просто на сон. Это то, от чего можно отказаться. То, что не обязательно. Но на самом деле так ли это? Можем ли мы жить, не отдыхая? Вы помните, что мы говорили о том, что человек может прожить несколько недель без еды, несколько дней без воды и всего несколько минут без воздуха. Но на самом деле без отдыха мы вообще перестанем называться человеками. Мы потеряем в себе все то человеческое, что может быть. Мы станем совершенно другими людьми. Потому что сегодня есть масса развлечений. Они пытаются своровать у нас время отдыха. Но этого допускать ни в коем случае нельзя. Статистика говорит о том, что современный человек спит на 20% меньше. То есть каждый день на полтора часа меньше. Это говорится о взрослых людях. Именно поэтому большинство людей в течение дня чувствуют сонливость или раздражительность. Оказывается, можно соблюдать многие принципы здоровья. Можно заботиться о том, чтобы питание было правильным, чтобы вода присутствовала. Но если мы с вами не отдыхаем нормально, тогда нарушается работа всего нашего организма. И наша реакция может быть абсолютно непредсказуемой. Еще страшным то является тот факт, что подростки наших детей спят сегодня намного меньше. У нас есть много забав для детей. Если еще 30-50 лет назад подростки спали 8-9 часов, то сегодня этот сон составляет 7 или даже меньше. Потому что у нас появились враги нашего сна, и мы о них поговорим. Многие подростки говорят о том, что они просыпают школу, и более того, они с удовольствием спят на занятиях. О чем же можно тогда спрашивать у ребенка? И какие результаты можно ожидать на экзамене от ребенка, если на занятиях он просто спит? А зачем нам нужно спать? Представьте себе, что отобрать сон у себя равносильно тому, чтобы отобрать у себя еду. И если ежедневно мы перестанем употреблять продукты и начнем терять калории. Каждый день меньше на 500 калорий. Что будет с нами через неделю или через месяц? Мы похудеем, правда? Это то, к чему многие стремятся. Но если мы теряем ежедневно один час сна, всего лишь спим 6 часов или 7 часов вместо 7-8 положенных. Один час сна за неделю это 7 часов. То есть получается, что за неделю мы потеряли целую ночь. Это такое состояние, вроде бы мы не спали просто одну ночь. Скажите вы, велика важность, больше работы сделал. Но так ли это? Посмотрите, как влияет недостаток сна на наше самочувствие. Первое было замечено, что у спортсменов снижается их выносливость. Именно поэтому все тренеры следят за тем, чтобы спортсмены находились строго в постели по режиму, чтобы никаких вечерних долгих прогулок, тренировки по режиму, но отдых опять-таки же строго по режиму. Оказывается, что если человек недостаточно отдыхает, его иммунитет очень сильно снижается. Организм становится неспособен противостоять бактериям и тем заболеваниям, которые сегодня так распространены в нашем мире. И даже наши умственные способности снижаются. У человека замедляется деятельность мозга. Он не может принимать быстрые решения. Он не может сконцентрироваться и не может принимать быстрые решения, когда это необходимо в каких-то кризисных ситуациях. И, конечно же, в таком случае человек становится подвержен риску потерять работу, потому что если он некачественно выполняет свое задание, то, конечно, ему тяжело конкурировать. А все оказывается, человек старается сделать больше, он хочет добиться чего-то большего, но, увы, не получается, потому что он не отдыхает. Его мозг становится неспособным принимать быстрые и правильные решения. Пока все идет нормально по налаженной колее, тогда человек принимает быстрые решения, все нормально. Но если случается какая-то экстренная ситуация, когда человеку нужно принять хладнокровное и правильное решение, то бухгалтер может пропустить важную цифру в строке, и тогда последует штраф. Водитель может не заметить ребенка, который перебегает дорогу, и тогда следует трагедия. И все это результат простого недосыпания. У человека меняется раздражение, меняется настроение, он становится более раздражительным и, естественно, начинает терять друзей, потому что он становится неспособен к нормальному общению. Кому приятно общаться с кем-то, кто постоянно отвечает резкими и грубыми фразами? Конечно же, каждый из нас хочет хорошего, доброго и приятного отношения. А оказывается, это зависит напрямую, зависит от того, каким образом мы с вами отдыхаем. Поэтому отдыхайте, иначе каждый из нас сможет стать самолетом на автопилоте. Но рано или поздно эта программа может сломаться, и тогда мы можем дать сбой. Наш организм окажется неспособен сопротивляться тому влиянию, тому стрессу, который мы встречаем ежедневно. Давайте внимательно посмотрим на причины недосыпания. Возможно, вы увидите каких-то своих знакомых. Первое – это телевизор и компьютер. Они могут захватить нас порой на всю ночь, но на самом деле нужно уметь сказать «нет» даже полезным вещам. Спорт и развлечение – это еще одни враги хорошего отдыха. Когда какая-то команда или сборная играет за страну, представляет страну, то они там бегают и развивают свои мышцы. А большая половина населения страны сидит на диванах и не дает спать всем окружающим. Все знают, с каким счетом закончился матч, даже если вы это не смотрели, потому что у многоэтажных домов сразу слышно «гол». И таким образом это мешает человеку хорошо отдохнуть. Если вы работаете в ночную смену, это также выбивает человека из нормальной колеи. Поэтому нужно устроить свой распорядок дня таким образом, чтобы вы чувствовали себя хорошо и могли отдохнуть нормальное количество времени днем. Стресс и беспокойство – это еще одни враги нашего отдыха. Шум на дорогах – его можно устранить, если мы к этому приложим определенные усилия. Но и употребление стимулятора в нервной системе, таких как кофе, чай и некоторые виды лекарств, также могут лишить нас сна. Ну и, конечно, малоподвижная деятельность, сидячая работа и вообще просто малодвижение в течение дня не дадут нам заснуть. Мы можем даже лечь вовремя, можем чувствовать себя вроде бы хорошо, но сна нету. Почему это происходит? Потому что наши мышцы еще не способны расслабиться. А вообще весь мир сегодня стремится к чрезмерной стимуляции. Сегодня ценится то, что щекочет нервы, то, что держит постоянно на пределе, то, что стимулирует выброс адреналина в кровь. Но на самом деле каждому из нас нужно найти уместное место для стимуляции нервной системы, ну и выделить время для отдыха. Поэтому нужно ответить на вопрос – сколько же мы должны спать? Нужно спать столько, чтобы вы чувствовали себя отдохнувшим. Чтобы вы проснулись, сделали зарядку, приняли утренний душ и сказали – вот он, новый день, хорошо и приятно, что он наступил. Чтобы мы могли отдохнуть и чувствовали себя хорошо, взрослому человеку нужно 7-8 часов. Детям немножко больше – 9-10 часов. Именно поэтому следите, чтобы дети всегда ложились спать вовремя. Тогда утром вам будет проще с ними совладать и не будет негативных эмоций. Отдыхайте и чувствуйте себя отдохнувшими. Для этого нужно, чтобы у каждого из нас было постоянное время отхода ко сну. Лучше всего ложиться до 12 часов ночи. 9-10 часов – это самое хорошее время для отхода ко сну. Ложитесь спать, пообщайтесь перед этим с близкими, поговорите на хорошие приятные темы, избегайте просмотра возбуждающих телепередач, и тогда ваша жизнь будет более качественна. Конечно, вы помните, что физические упражнения помогают нам расслабиться. Именно поэтому, делая зарядку каждый день, мы сможем быстрее засыпать и лучше будем отдыхать. Здоровое питание, отсутствие плотного ужина, хорошее питание, обеспечивающее клетчатку, хорошие продукты помогут нам чувствовать себя более здоровыми. А вот следующее, о чем бы хотелось поговорить – это витамин О – еженедельный отдых. Один день в неделю выделите и сделайте его особенный. И не забывайте о витамине О3 – это отпуск на море. Или на другое место, где вам будет интересно. Откажитесь от алкоголя и других стимуляторов. Постарайтесь, чтобы ваше место, где вы спите, было доступным, темным, достаточно бесшумным, и ваша кровать была удобной. Если в течение дня вы почувствовали усталость, вздремните на 15 минут, и тогда вы сможете чувствовать себя хорошо утром. Для людей, которые знают о том, какие взаимоотношения нужно иметь с Богом, нужное, и будьте здоровы! Музыкальные звуки, возносящиеся из благодарного сердца, как фимиам, восходят к Божьему престолу. «Благодарю» – так называется музыкальное произведение, которое произвучит в исполнении Сильвии Агинье и Анатолия Молдавану «Молдова». О, мой Господь, благодарю за то, что дал радость, за то, что Ты есть. Спасибо Тебе за путь Твой спасенья, то, что дал радость и счастье мне. Спасибо Тебе за солнце, за море, за пение птиц весенней порой. Спасибо Тебе за смех и за горы, за красоту высоких гор. Спасибо Тебе за просмотр! Спасибо Тебе за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Любовь Твоя меня спасла Часы отбивают последнее время Иисус мою руку крепче держит Рядом с Тобой мы не одни Мы не одни О, мой Господь, благодарю За то, что ты близок За то, что ты есть Спасибо тебе За путь твой спасенья За то, что дал радость И счастье мне Ты дал радость И счастье мне Библию часто относили к мифам и легендам Но многочисленные открытия ученых говорят об обратном Современные писатели, политические деятели Описывая события наших дней Обращаются к Библии В этой древней книге Можно найти единственно верные слова Описывающие, откуда произошла жизнь на нашей планете И как завершится история нашей Земли Достаточно открыть первую страницу Библии И прочитать В начале сотворил Бог небо и землю В свете священного писания Более полно, значимо и логично Раскрываются такие важнейшие вопросы Как истина, смысл и цель бытия Долг и наша личная судьба Библия продолжает говорить и сегодня Послушайте Христос уникален И Он требует уникальной преданности и посвящения Ведь Он отдал все ради того, чтобы завоевать ваши сердца Он опустошил себя, чтобы нас наполнить Поэтому и мы должны отдать Ему все Должны верить Ему в наши жизни Мы должны принять Его как нашего Господа и Спасителя Готовы ли вы сделать это прямо сейчас? Христос ждет Он хочет стать нам ближе И хочет отдать нам свою любовь Хочет наделить нас силой для борьбы с грехом Все зависит только от нас Так давайте же сделаем выбор И чем скорее, тем лучше Мы приглашаем вас сегодня Исследовать священное писание вместе с нами На программе Библия продолжает говорить Однажды жена привела своего мужа к доктору Доктор обследовал мужа и говорит Ваш муж заражен очень опасной инфекцией Муж плохо слышал? Спрашивает Что она сказала? Жена говорит Она сказала, что ты болен Доктор продолжал Но есть надежда Вы просто должны Уберечь своего мужа от стрессов Каждое утро Готовить ему здоровый завтрак Будьте с ним добры Благожелательны На обед и ужин готовьте его любимые блюда Не обсуждайте ваши проблемы с ним Это только ухудшит его состояние Как можно больше денег ему давайте Не кричите на него Не ссорьте с ним И самое главное Исполняйте любое его желание Если вы все это будете делать То через 12 месяцев примерно Он выздоровеет Муж спрашивает Что она сказала? Жена отвечает Она сказала, что ты скоро умрешь Она поняла Что если так много надо делать Для того, чтобы он вылечился То быстрее он умрет Чем я помогу ему Если бы он мог слышать Что сказала доктор Правда же? Но он этого не слышал Он слышал только то Что ему сказала жена Очень часто Люди точно так же Слушают Что говорят люди о том Что нужно делать для спасения А Слово Божие Остается в стороне Иисус Христос Обращаясь к Своей Церкви Молился В своей первосвященнической молитве Да будут все Едино Как ты, Отче, во мне И я в тебе Так и они Да будут едины То есть Иисус Христос Заботился Чтобы христианская церковь Была единой Дружной И как было бы хорошо Сегодня у нас с вами Не было бы проблем Почему так много Церквей и вероисповеданий И мы знали бы Что если Вот эта христианская церковь Значит она и есть истинная Значит так и должно быть Но к сожалению Сегодня мы видим Что христианские церкви Их множество И многие из них Совершенно в противоположном Учат Но обратите внимание Что апостол Павел говорит Сие пишу тебе Чтобы если замедлю Ты знал Как должно поступать В доме Божьем То есть апостол Павел Обращает наше внимание Что в доме Божьем Нельзя поступать так Как тебе захочется А так как Господь говорит Надо поступать Потому что Это есть церковь Бога живого Столб И утверждение истины То есть церковь Бога живого На чем она стоит На истине А что такое истина Скажите Что такое истина Христос говорит Я есть истина Второе Слово Божие есть истина И третье что Закон Божий есть истина Это столб И утверждение истины Столб и утверждение истины Пророк Иеремия говорит Это слова Божьи И взыщите меня И найдете Если взыщите меня Всем сердцем вашим Священное Писание говорит Что спасение Не валяется Просто так На каждом углу Что ты будешь идти И все время Это спасение видеть А Господь говорит здесь Что Его надо Что? Взыскать Найти Его надо Его надо искать Господь со своей стороны Все сделал для нашего спасения Но нам Его нужно искать Я вспоминаю историю Как мой дед искал спасение Он был дьяконом В православной церкви Еще в 1922 году Но Библию никогда не читал И вот однажды Он просил У священника Дай мне почитать Библию И когда И все-таки Он упросил И на одну ночь Ему священник дал Библию И когда Он Вместе с братом Всю ночь Так и провели В чтении Библии На утро Они приняли решение Нужно продать корову И искать Библию Библия должна быть в доме Продали корову Поехали купить Библию И купили Библию И когда купили Библию И начали исследовать То все те вопросы О которых мы сегодня С вами говорим Они нашли в Священном Писании Потому что Они Искали Бога И если человек Ищет Бога Господь обязательно Ему откроется Не может быть так Чтобы человек Искренно искал Бога И Господь не открылся ему Хотя он И недалеко От каждого из нас Правда же Потому что Мы им живем Мы им движемся И существуем Сегодня Мы вместе с вами Будем говорить Об одном Очень важном вопросе Библия повествует Что будет Истинная христианская церковь И повествует Что появится Ложная христианская церковь Библия говорит Что ложная христианская церковь Будет сильнее Но истинная христианская церковь Будет отличаться Что каждый сможет ее понять Что это есть Истинная христианская церковь Библия говорит о том Что мы не можем Сегодня подумать Если сегодня Есть 50 церквей Христианских то все они одинаково правы и одинаково истинны в соответствии со Словом Божьим. Потому что многие из них учат совершенно противоположному. Итак, давайте откроем страницу Священного Писания сейчас и посмотрим, что же это за откровение. Откровение 12 глава и 1 стих. Придете домой, прочитайте 12 главу. Я обращаюсь ко всем телезрителям. Придете домой, сядьте и еще раз тщательно перечитайте 12 главу Откровения. Итак, и явилось на небе великое знамение. Жена. Что означает жена в пророчестве? Что это значит? Это значит церковь. Жена, облеченная в солнце. Жена, облеченная в солнце. Что означает облеченная в солнце? Священное Писание говорит, что Христос есть. Кто Христос есть? Солнце правды. Поэтому, если она облеченная в солнце, это означает, что кто за ней стоит? Кто ее оберегает? Кто ее освящает? Кто? Иисус Христос. Жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна. Луна. Луна имеет свой собственный свет? Не имеет. Откуда заимствует свой свет луна? От солнца. То есть, получается, что это та церковь, которая стоит на луне, то есть на Ветхом Завете, эта церковь стоит, Новозаветняя, христианская церковь, но она стоит на учении и Ветхого Завета, в том числе. Потому что Ветхий Завет, он не противоречит Новому Завету, а Ветхий Завет здесь показано, что заимствовал свой свет у кого? У солнца, у Иисуса Христа. И эта церковь представлена как истинная Божия церковь. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И именно и Христос родился у этой церкви, чтобы спасти человечество. А на голове ее венец из 12 звезд. Это как символ 12 апостолов, которые являются как бы в основе этой церкви. Теперь обращаем внимание на другую церковь. Откровение 17 глава. «И увидел я жену». Это жена. Это тоже ведь церковь, правда же? «И увидел я жену, сидящую на звере багряном». Багряный цвет. Это какой, если сказать так более понятным? Красный. Красный. На звере багряном. То есть, что значит «зверь багряный»? Это не красный дракон. Я имею в виду, это не красный, скажем, как раньше мы могли сказать, что это Советский Союз, вот атеизм. Здесь имеется в виду что-то другое. Красный. Багряный. Это означает, что вел борьбу. Красный. То есть, кровь проливалась. «И увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными». Вот что это означает «преисполненными именами богохульными»? Это означает, что эта церковь начала называть себя именами, которыми только Господа Бога надо называть, которого можно называть. Потому что только Он свят, и люди не могут себя называть святыми, то есть именами богохульными. «И жена обличена была в порфиру и багряницу». А что это значит? «Жена обличена в порфиру и багряницу». Это означает, что она была бедной, эта церковь была бедной? Эта церковь была ничего не имеющей, или эта церковь была богатая, очень красиво обставленная? Какая? В порфиру и багряницу. Украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. То есть, эта богатая церковь представлена здесь. «И держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». Что такое чаша? Чаша – это учение. Если она держала чашу, наполненную мерзостями, это означает, что она имела учение, которое было не божье учение, а которое было человеческое учение, которое вошло в эту церковь не из священного писания, не от Господа, и она очень щедро поила всех тех, кто желал этим учением, и люди соглашались с этим. На челе ее написано «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Что это означает? Мать. Если мать, и да еще и блудницам, то это что означает? Что мать имеет кого? Дочерей. И дочери ее такие же самые, как и она, не имеющие истину. А держащие в своих руках чашу с сложным учением. А написано тайно, потому что нельзя просто так, посмотрев на глазок, и определить, что это действительно заблуждение. А большинство людей будут думать, что это хорошо, большинство людей будут считать, что это самое лучшее, большинство людей будут считать, что именно это и есть то, что должно быть. И для них это тайна, что на самом деле Библия говорит об этом по-другому. «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши». Что это означает? Это означает, что эта церковь не будет где-то там несколько человек в этой деревне, несколько человек в той деревне, и еще и там далеко-далеко пару человек. А это будет церковь, которая будет государственной, и которая будет иметь возможность, что и цари земные будут вместе, и будут прославлять, и будут возвеличивать. Итак, Библия говорит о том, что будет непорочная, истинная церковь, и будет церковь ложная, которая здесь представлена как падшая. И это вопрос очень важный для нас, потому что когда мы видим, что в церкви делается это не так, это не так, это не так, это не так, то есть не соответствует священному писанию. Потом мы ищем в истории и определяем, ага, это было в этом году изменено, это в этом году изменено, это в этом году изменено, то для нас может показаться, ну ничего страшного, пусть так оно и будет. А Библия говорит, что это мерзость, и этого не должно быть. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами. Почему? Во-первых, видите, дракон, значит, идет речь о самом Люцифере, который возглавил эту борьбу с христианством. И написано, что этот большой красный дракон, то есть красный, потому что крови много пролил, а с семью головами, потому что вы помните эти десять государств, которые, десять рогов, которые были у этого зверя страшного и ужасного. И когда маленький рог появлялся, то три рога были и с корнем исторгнуты, поэтому только семь голов осталось, а было десять рогов. А на головах его семь диадим. Что такое диадима? Диадима – это царская корона, то есть только семь государств создали царство, а три были уничтожены. То есть это говорится как раз о том, о чем мы с вами как-то говорили, о маленьком роге, который здесь уже описывается чуть-чуть по-другому. Итак, и низвержен был дракон, великий дракон древней змеи, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И что вы думаете, они здесь будут делать, когда они низвержены? Конечно же, как они вели борьбу там с Богом, так будут вести борьбу с церковью. Но есть два пути, как вести борьбу. Первый путь – это насильственно убить, а второй путь – изменить все то, что говорит Библия, и представить это в другом виде, представить это по-другому. И это будет привлекательно для людей, и люди будут с большим желанием двигаться в этом направлении. А Библия пусть будет забыта. Это тоже путь борьбы с Богом. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. То есть, когда Иисус Христос родился, скажите, пожалуйста, Он родился в каких условиях? Он в опасности родился, потому что хотели его тут же убить. И она родила младенца мужеского пола, которому надлежало было пасти все народы, жезлом железным. И мы знаем, что когда Иисус Христос родился, то всех младенцев в Вифлееме что с ними сделали? Убили. И это были первые мученики за Иисуса Христа. Иисус Христос прожил все эти годы в большой борьбе, потому что дьявол пытался его уничтожить. Но когда Христос умер и воскрес, то после этого мы знаем, что Он был восхищен на небо. И написано, и восхищено было дитя ее к Богу, к престолу Божьему. И как вы думаете, на этом борьба и закончилась дьявола? Можете предположить, что на этом Он сказал, ну ладно, коль Христос уже ушел, больше воевать не буду. Нет. Дракон начал преследовать жену. А жена это кто? Церковь. Это означает, он решил, что буду преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. То есть христианскую жену. Церковь. Христианскую церковь. И, конечно же, много людей погибло. Много людей погибло. Многие погибли. Почему? Потому что они были уверены в том, что лучше умереть, чем нарушить волю Божию. Можете себе представить, когда прибивают ко Кресту, человек висит и так умирает, а еще и костер снизу зажгут или выбросят для зверей. Но христианская церковь прошла через это и оказалась победительницей. Ничто не могло поколебать веру. Потому что они понимали, что должно повиноваться больше кому? Богу, нежели человеком. Но притеснения увеличивались, увеличивались, увеличивались. И написано, что жена, то есть церковь, убежала в пустыню. Что такое пустыня? Другими словами, в подполье ушла. Как? Как она могла уйти в подполье, если христианская церковь как мощно развивалась в Европе в это время? Понимаете? Как она могла, как могло быть написано, что она ушла в подполье? Когда завоевывали все новые и новые территории, крестовые походы и все это. Как можно сказать о ней, что она ушла в подполье? Те, которые любили Бога и стремились к соблюдению всего того, что написано в Библии, пошли в подполье. Потому что государственная церковь, и это не секрет, организовала большие гонения на тех, кто считались еретиками. Вот поэтому протестантизм и возник. Отсюда и берет свое начало. Отсюда и берет свое начало реформация. Почему нужна была реформация? Потому что начали смотреть, что в Библии по-другому написано. И начали люди говорить, не должно быть так. Мы должны вернуться к библейскому учению. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога. То есть Господь позаботился, чтобы сохранить церковь уже разрозненную, уже небольшую, там, там, там. Но Господь позаботился, чтобы она не была уничтожена полностью. Она убежала в пустыню, Господь приготовил ей место, чтобы питали ее там 1260 дней. Помните, мы с вами говорили уже о том, что 1260 дней маленький рог будет иметь власть 1260 дней? А теперь мы видим, что мы встречаем сейчас два пророчества вместе. Одно пророчество ведет нас к тому, что маленький рог развивается, а другое пророчество, которое мы сегодня видим, это мы видим, что церковь развивается. Маленький рог царствует, а церковь гонима. То же самое время. Именно 1260 лет. И против Всевышнего будут произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтают у них отменить праздничные времена и закон. Мы уже с вами этот текст читали, но вот дальше послушайте, что сказано. И они будут преданы в руки его до времени, времен и полувремени. То есть те же самые 1260 лет. Церковь гонима, а все предано в руки маленького рога, который пытается изменить заповеди Божии. 1260 лет гоним. День за год я определил тебе. Мы с вами знаем, что Азготы это были последние из тех трех уничтоженных государств, которые противостояли римской церкви и были разбиты в 538 году уже нашей эры. И поэтому эта власть начинается, видите, в 538 году и в 1798 году. Гонение прекращается, потому что Папа Пий VI был взят в плен, пленен. И там, во Франции, через два года он и умер, и гонение ослабли на истинную христианскую церковь. Вот это пророчество свидетельствует. В конце 1260 лет, после 1798 года, книга Откровения предсказывает появление остатка Божьей церкви. То есть та церковь, которая находилась в подполье, начала потихонечку выходить из подполья, начала набирать силу и начала возвышать свой голос, что нужно вернуться к тому, что говорит Библия. Нужно вернуться к тому, что говорит Библия. Библию переписывали, передавали из рук в руки, радовались и восхищались тому, что ослабли гонение и имеют возможность опять почитать Библию. И даны были ему уста говорящие гордые и богохульные, и дана ему власть действовать. 42 месяца. Это те же самые 1260 лет. И отверст он уставствует для хулы на Бога, чтобы хулить имя Бога, и жилища его, и живущих на небе. Как это было на самом деле, это можно посмотреть в истории, как все это развивалось. Но что интересно, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. Что значит, повергая истину на землю? То есть истина Божия, она была поднята Иисусом Христом, она была возвышена апостолами. Сколько крови люди пролили из-за того, чтобы ее сохранить. Но они эту истину унизили и оскорбили. Библию запретили для чтения Мирян на Тулузском соборе, а уже через пять лет на Гараконском церковном соборе и для чтения духовенства. То есть, скажите, пожалуйста, можно ли так, ну, для чего церкви запрещать, чтобы прихожане Библию читали? Для чего? Чтобы истину не знали. Потому что если будут знать, то будут говорить, а в Библии то по-другому написано. А если Библию уничтожить, то в таком случае можно тогда вводить изменения и можно все сделать по-другому. Итак, какие изменения, какая истина была унижена? Библия была запрещена, закон Божий был отменен и перенесено празднование с субботы на воскресенье. Крещение, вместо того, чтобы крестить, как Христос говорил и как Христос крестился через полное погружение в воду и взрослым, начали крестить младенцев. Затем состояние мертвых из язычества пришло, что жизнь после смерти существует и душа, или в рай, или в ад. Это пришло от язычества. Тоже пошло. Дальше, почитание Марии. Мы с вами говорили, что Мария – это самая лучшая женщина. Конечно, если Христос у нее родился. Но в Библии нигде не написано, что ее нужно почитать наравне с Иисусом Христом. И было введено множество, множество святых, а также иконы, мощи и так далее. Вот что значит, повергая истину на землю, действовал и успевал. Христианство стало государственной религией в Римской империи и заняло место язычества. Потому что сам Константин, принимая христианство, очень уж хотел, чтобы объединить христианство с язычеством и создать новую христианскую церковь. И это у него хорошо получилось. Но Библия – это, что у него получилось, называет тайно Вавилон Великий. Итак, в 321 году, 7 марта, римский император Константин издает указ о праздновании первого дня недели, а в 364 году на Ладикийском соборе это стало церковным законом. То есть церковь идет на поводу государства, и изменения все происходят, и происходят, и происходят. «Кто соблюдает весь закон, написано в Яково, и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Давайте я по-другому сейчас прочитаю этот текст. «Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и помни день субботний». Если ты не прелюбодействуешь, но нарушаешь день субботний, то ты также преступник закона». Можно так прочитать этот текст? Можно, потому что Библии в законе Божьем все равные заповеди. Все равные заповеди. А Библия говорит «помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему, не делай вон никакого дела». Почему? Потому что Господь творил, и Господь сотворил этот день для радости нашей. А вторая заповедь тоже была отменена. Обратите внимание. В Библии нет никаких указаний о Богопоклонении в воскресный день или, например, о том, что можно поклоняться людям или иконам, или кому-то из святых. Вторая заповедь говорит «не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». То есть кто находится на небе вверху? Бог. Тоже нельзя делать изображение. Никого нельзя делать изображение, чтобы поклоняться. «Не поклоняйся имени служимы, ибо я, Господь Бог, твой Бог, ремнитель». Но в 842 году иконы вошли в практику христианской церкви. Видите, восемь с половиной столетий прошло после Христа. Или, скажем, восемь столетий. И только тогда иконы вошли. Обратите внимание на один библейский и очень важный текст. «И говорил Господь к нам на горе из среды огня. Глаз, слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десяти словия, и написал его на двух каменных скрижалях. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе из вояний изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота». То есть, ни образа Божьего делать не надо, ни образа подобного на человека какого-то делать не надо. И поклоняться нельзя им. Вот так говорит Священное Писание. И вот один из примеров. «Я Иоанн видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел полк ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему? Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сии. Богу поклонись». То есть, Иоанн ангелу поклонился, и то не разрешено было. И сказали, не поклоняйся больше, только Господу поклоняйся. За 1260 лет вот этой большого гонения погибло, оно называется «мрачное средневековье», погибло более 50 миллионов человек. Прошло 50 поколений, 50 поколений, и 50 миллионов человек погибло. Скажите, пожалуйста, можно было за эти годы выветрить настоящую истину из голов людей? Можно было за эти годы и за те давления, которые были? Можно было? И это произошло. Вот почему. Не надо удивляться, что сегодня, когда вы спросите на улице какой-нибудь богословский вопрос, люди не знают, потому что и сегодня не обучают. Потому что, если бы сегодня хорошо обучали, то люди бы нашли те все изменения и начали бы задавать вопросы. люди не предали учение Христа, лучше шли на смерть. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. То есть, Библия предупреждает, что дьявол будет вести борьбу со своей, со Христовой Церковью и будет это делать очень сильно и мощно. Если вы все забудете, что я вам сегодня сказал, то, пожалуйста, не забудьте вот этот библейский текст. «И рассверепел дракон». Кто такой дракон? Дьявол. На жену. Жена. Кто это? Церковь. «И пошел, чтобы вступить в брань с прочими отсеменей я, сохраняющими заповеди Божьи». То есть, Библия говорит о том, что дьявол будет вести борьбу с сохраняющими заповеди Божьи. Давайте я вам прочитаю сейчас, что украинская Библия говорит. «Что вонны бережуть Божьи заповеди». То есть, он будет вести борьбу с теми, кто что делает? «Береже». «Береже» Это что значит? Это означает «бережет», сохраняет Божьи заповеди. Скажите, пожалуйста, в почете ли сегодня сохранять Божьи заповеди? Как-то однажды я присутствовал на одном совещании с священнослужителей. Нас принимал вице-премьер. Мы сидели все за круглым столом. все вопросы решались очень хорошо. Какие бы вопросы ни были, все решались. Я вижу, что хорошо решаются все вопросы. И все, некоторые священнослужители задавали вопросы. Я тоже поднял руку и задал вопрос. Я сказал, мы соблюдаем заповеди, а заповедь говорит, помни день субботний, чтобы светить его. Можно ли было бы для верующих нашей конфессии разрешить считать субботний день уважительная причина для пропуска на работу? Он посмотрел на меня и говорит, а что вы за одни, что вы хотите по-другому поступать, как все люди? Все соблюдают воскресенье, а вы субботу соблюдаете. Соблюдайте и вы. В воскресенье у вас проблем никаких не будет. Но обратите внимание, Библия говорит о том, что рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими отсеменей ее, сохраняющими заповеди Божьи. Сохраняющими заповеди Божьи. Что значит сохраняющие заповеди Божьи? Скажите, пожалуйста, что значит сохраняющими заповеди Божьи? Сохраняющие одну заповедь, как говорил там в интервью, хоть бы одну, говорит, сохраните, то хорошо было бы. Или сохранить все. А вы посмотрите, заповедь, во-первых, лежит, вот сейчас еще так, чтобы вы не видели, заповеди, во-первых, на земле, а во-вторых, посмотрите, что с ними произошло. Что происходит с заповедью? Что произошло? Паутина покрыла, потому что заповеди людям сегодня, что? Не нужны. Большинство христианских церквей считают, что заповеди не нужны. А Христос говорит, что дракон именно будет вести борьбу с сохраняющими заповеди Божьи. Это означает, что если они нам не нужны, то и дракон с нами не будет вести борьбу, потому что написано сохраняющими заповеди Божьи и имеющим свидетельство Иисуса Христа. Что такое свидетельство Иисуса Христа? Это значит, что они верят в то, что Иисус Христос есть Спаситель. Верите ли вы в то, что Иисус Христос есть Спаситель наш? Что Господь скоро придет на нашу землю как Царь Царей и Господь Господь Верите ли вы этому? Спасибо. А соблюдаете ли вы заповеди Божьи? Соблюдаете ли вы заповеди Божьи? Соблюдаете ли вы все заповеди Божьи? Или, может быть, мы можем сказать, давайте будем как все, а как Господь скажет, когда придет второй раз на нашу землю. Поэтому, пожалуйста, снимите паутину, нужно вымыть, очистить и поставить на видном месте, чтобы эти заповеди могли свидетельствовать нам с вами, что мы сохраняем заповеди Божии, что мы бережем заповеди Божии и что мы любим Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Я знаю то, что я сейчас вам скажу, я говорю вам в большом смирении, в большом смирении. Не торопитесь, братья, у вас время будет, аккуратненько. Я хочу вам сказать в большом смирении, я знаю только одну церковь, которая соблюдает заповеди Божии и пропагандирует их так, как должно быть, потому что Библия именно так и относится к заповедям Божьим. И как эта церковь называется? Церковь адвентистов седьмого дня. Давайте посмотрим, что это означает. Адвентисты от латинского означает, то есть что? Пришествие. То есть, слышали вы здесь на этих лекциях, чтобы мы говорили о втором пришествии Иисуса Христа? Конечно, потому что мы об этом начинаем и заканчиваем нашу лекцию. То есть, второе пришествие Иисуса Христа – это главная весть наша, главная весть наша. А что значит седьмого дня? То есть, соблюдающие Божьи заповеди или Божью субботу, как написано. Чтущие Божьи заповеди. Итак, хотите быть истинной Церковью Божьей? Хотите быть теми, о которых Господь сказал, что Я буду освящать вас своим светом? Хотите вы быть этими людьми? Поднимите руку. Кто хочет быть теми, кто соблюдает заповеди Божьи? Кто хочет быть теми? Спасибо. Давайте мы поприветствуем телезрителей наших. Мы обращаемся к нашим телезрителям. Помните о том, что Христос говорит о том, что истинная Церковь будет любить Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, и готова будет жизнь свою отдать за своего Господа и Спасителя, но и будет уважать заповеди Божьи, потому что это конституция всемогущего Бога. Церковь адвентистов седьмого дня – это не церковь, которая где-то в каком-то городе, а это мировая церковь. И свидетельство этому, и это спутниковая программа. Мы здесь с вами проповедуем, и по всему миру нас слышат и видят, потому что истинная Церковь должна быть всемирной Церковью. Это не просто государственное какого-то государства Церковь. Это всемирное движение Божие, которое восстановит Божьи заповеди и поднимет их на должную высоту, и будет говорить о том, что Христос Спаситель, и Христос горядет, как Царь Царей и Господь Господствующих. Хотите ли вы принадлежать к этой Церкви? Хотите ли вы принадлежать к этой Церкви? Подумайте, пожалуйста, над этим. Мы не закончим нашу программу до тех пор, пока мы не обратимся ко всем вам и не обратимся к телезрителям с вопросом. Что вы сделаете с тем, что мы вам рассказали здесь? Что вы сделаете с этими пророчествами? Закатаете в трехлитровую банку и закопаете где-нибудь в огороде, и пусть лежит. Или скажете, Господи, Ты открыл мне, и я хочу взыскать Тебя от всего сердца, и я хочу найти Тебя, чтобы быть с Тобою. Хотите ли вы быть людьми, о которых в Библии сказано, восстановители Божьих, развалин, возобновители путей для населения? Библейские тексты ясно и определенно говорят. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и имеющих веру в кого? В Иисуса Христа. Две горы. Гора Синай, где законодатель дал свой закон, как нам нужно поступать. И гора Голгофа, где законодатель сказал нам, как мы будем спасены. Они идут вместе до славного дня, когда Господь придет. Поразмышляйте над этим. Сейчас будет музыкальный номер. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . . . Спасибо. . . . . Спасибо. . 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 Пожалуйста. . Пожалуйста. поведи меня к этому мастеру. Может быть он меня возьмет и научит. Он подрос. Мама его привела к мастеру. Мастер посмотрел на него и говорит. Ну и как? Готов ты учиться? Он сказал. Да, я готов учиться. А будешь выполнять то, что я тебе скажу? Буду выполнять. А если я тебе скажу что-то тяжелое будешь делать? Буду делать. Я хочу быть ювелиром. Он говорит. Хорошо. Садись на этот стул. Он сел. Закрой глаза. Закрыл глаза. Протяни руки. Протянул руки. Открой руки. Открыл. Положил ему два алмаза. Закрыл ему руки. Говорит. Закрывай руки. И теперь садись. И два часа не открывая и несмотря что. Держи их и мни себя в руках. Мни их. Держи. Потом два часа прошло. Он говорит. Ну-ка садись опять. Опять открывай. Опять. Закрывай глаза. Он забрал. И говорит. Все. Иди домой. На сегодня хватит. Мальчик бежит домой. Прибегает. Мама. Я начал заниматься ювелирным делом. На второй день опять то же самое. Садись на стул. Сел. Закрой глаза. Закрыл. Он. Открой руки. Опять кладет ему туда эти драгоценные камни. И он опять. Месяц прошел каждый день. Мальчик сказал. Больше не пойду. Как? Что я должен делать с этими камнями? Мама говорит. Ну пожалуйста пойди еще. Он сказал. Я пойду последний раз. Он приходит. И чуть сдерживая гнев свой. Готов уже сказать этому ювелиру. Больше не приду к тебе. Ювелир говорит. Садись на стул. Он сел. Закрывай глаза. Закрыл глаза. Протяни свои руки. Протянул руки. И он положил ему два точно похожих, но фальшивых камня. Закрывай руки. Он закрыл руки. И вскочил. Вы меня обманули. Вы не те камни мне дали. А он говорит. Все. Ты ювелир. Если ты мог по рукам определить, что это не те камни. Ты настоящий ювелир. Дорогие друзья. Сколько нам нужно с вами времени, чтобы стать ювелиром. И чтобы можно было определить, что есть истина, а что есть подделка. Я призываю всех вас. Не вешайте нос. Если вы сегодня что-то услышали, что вас смущает, придите домой, откройте Священное Писание, перечитайте еще раз. Станьте на колени и просите у Господа. Господь обязательно вам откроет. Для того, чтобы стать ювелиром, надо какое-то время держать в руках драгоценность. И это все держать в руках. Держите в руках эту драгоценность. И помните, если вы будете ее держать в руках, вы отличите настоящее и подделку отличите тут же. И просите Бога, чтобы Господь открыл вам. И Господь обязательно откроет, потому что Он говорит, если вы взыщете Меня всем сердцем, найдете Меня. Пусть никто, кто слышит Меня и видит, не опустит свои руки и не скажет, нет времени сейчас. А если кто-то есть такой, придите завтра, потому что мы вам расскажем, что такое грех против Святого Духа. Помолимся Господу. Всемогущий Отец наш Небесный, Ты велик Господи и славен. Наше сердце сегодня особенно коснулось та весть, которую Ты в Своем Слове написал. И мы, Господи, все присутствующие здесь единогласно приняли решение следовать этой замечательной вести. Помоги нам, Господи, чтобы мы были натренированы, чтобы мы могли в руках своих видеть, что есть фальшивка, что есть настоящее, и могли ценить настоящее, и могли служить Тебе так, как этого Ты ожидаешь. И когда однажды по усыпанному звездному небу Ты, Господи, будешь идти к нам, как Царь царей и Господь господствующих, мы могли сказать, вот Он наш Бог, на Него мы уповали, и Он спас нас. Благослови всех, благослови всех телезрителей, да будет слава Тебе, а нам пусть будет радость в служении Тебе. Во имя Иисуса Христа просим Тебя. Аминь. На этом наша встреча сегодня закончена. До свидания. Мы прощаемся с нашими телезрителями. До свидания. Ждем вас завтра в это же время. Пусть Господь вас благословит. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»